Добрый день, дамы и господа! Мне бы хотелось сказать следующее. Их стран, и как бы прояснить наше видение друг друга. Наши связи, связи между нашими государствами уходят корнями века. Нидерландские компании все чаще и чаще находят российских партнеров, привнося новаторские идеи, современные продукты и технологии. В результате этого Нидерланды становятся очень важным торговым и сезонным партнером России. То есть практически ведущие тройки в этой области. В этом контексте мне особо отрадно выступать здесь с докладом перед такой выдающейся аудиторией и рассказать о нашей ассоциации и объединении корпоративных юристов России. Почему корпоративные юристы создали вот такое объединение? Дело в том, что объединение корпоративных юристов родилось в 2003 году. Нам уже 10 лет. И мы это десятилетие в этом году будем отмечать. Для того, чтобы представлять интересы и профессиональные, и деловые тех юристов, которые работают в компаниях как российских, так и многонациональных. Поскольку мы являемся одной из самых устоявшихся авторитетных объединений в России, у нас входят 500 корпоративных юристов из 100 ведущих компаний в различных областях. Металлургия нефти, газ, потребительские товары, банковский сектор и другие сектора. Все чаще и чаще российские многонациональные компании вступают в ОКЮР для того, чтобы как бы избежать возникающих проблем. И мы известны тем, что мы ориентированы на результативность, на то, что мы воспитываем лидером. Перед вами фотографии наших мероприятий. Я думаю, что вы можете нас узнать и наших членов, которые и сюда приехали, на сегодняшний семинар приехали. Как вы видите, это некоторые корпоративные члены ОКЮРа. Среди них мы видим и нидерландские компании, и Heineken, и Philips, и ING. Немного о себе. Я накопила юридический деловой опыт в Unilever. Это нидерландская компания, многонациональная компания. 12 лет я провела в Unilever. Я начала работать в Петербурге в 92-м году. И я возглавляла тогда международную фирму, юридическую фирму «Читл Варет Ноэль». И я помогала им в приобретении фабрики «Северная семья» в 92-м году, а потом маргариновые фабрики в Москве. Потом они приобретали фабрику «Чай» в Москве, в Туле и так далее. То есть, по сути, я им оказывала услуги во всех этих областях. Прошел 21 год. У Unilever имеется 8 производственных единиц в России и несколько бизнес-подразделений. И сейчас эта компания продолжает оставаться крупнейшим инвестором. Я необычайно рада, что я внесла свой вклад в их поддержку в России. После того, как я работала в Unilever, у меня карьера развивалась очень хорошо. Но Unilever остался у меня в сердце, вот как первый ребенок. И потом я уже возглавляла юридический отдел Лива СНГ. И то есть, это очень значительная часть моей жизни связана с компанией, связанной с Роттердамом. То, что там у них находится офис. И обожаю эту компанию и до сегодняшнего дня. И пытаюсь им всячески помочь. Итак, как же Акюр помогает добавить стоимость своему бизнесу? Как вы видите, мы стали форумом для лидеров в юридической профессии. Роман Квитко был лидером года из «Газпромнефти». Он, кстати, присутствует здесь, в этом зале. И мы удостоили романа этой награды 2012 года. Госпожа Кошлякова, и вот видите, еще другие у нас есть награжденные. Вот посмотрите, картинки, мероприятия, фотографии мероприятий. И мы говорим о роли корпоративных юристов. Мы пытаемся всячески помочь нашим членам. Что мы делаем? Мы их привлекаем в анализ практических ситуаций. Извините, у меня слайд один куда-то делся. Я совсем про другое хотел говорить, да? Но мы его пропустим. Мы говорим о вопросах применения права в различных областях. Мы говорим об улучшении существующего законодательства. Мы говорим о рабочих группах вместе с Министерством экономического развития. И мы обсуждаем различные аспекты законодательства и в рамках этой рабочей группы. Мы проводим круглые столы. Мы проводим конференции с участием государственных органов. И обсуждаем поправки к Гражданскому кодексу Российской Федерации, антимонопольному законодательству, корпоративному праву. И предоставляем свои результаты, предоставляем свои предложения по результатам конференции. Государственные органы. То есть это именно те органы, которые занимаются пересмотром этого законодательства. Недавно мы ввели новый формат мероприятия. Это мастер-класс, куда мы приглашаем официальных лиц и ведущих экспертов в различных областях. Мы провели несколько мастер-классов по стратегии судебных процедур, право банкротства, интеллектуальной собственности. Далее, верховный арбитражный суд и его позиция в общей системе. Конечно же, нельзя обойти молчанием наше стратегическое партнерство с Санкт-Петербургским международным юридическим форумом. Мы очень гордимся нашими партнерскими отношениями с ними. В прошлом году, в мае 2012 года, мы провели круглый стол по вопросам юридического отдела веглобализации. Вот ряд фотографий с этого мероприятия, с этого круглого стола. В центре хочу вам показать... Вот эта вторая фотография слева показывает, что зал был забит, не хватало мест. Мы не могли даже все влезть в этот зал. Столько было желающих участвовать в этой дискуссии. Акьюр гордится тем, что он помогает своим членам, давая им конкурентное преимущество в современном мире. Я надеюсь, что и сегодняшнее мероприятие пока что у нас есть потенциал. И я думаю, что это четко показывает о том, что нас все интересует в перекрестном годе. То есть все, что этот год может предложить России и Нидерландам. Большое спасибо. Благодарю вас, госпожа Нестеренко, что вы поделились своим опытом. Может быть, назрели вопросы, появились вопросы относительно работы госпожи Нестеренко. Судья Вильямс, вам слово. Эти вопросы, к сожалению, переводчики не слышали. Вопрос дался без микрофона. В ответ, как плащица говорит, только корпоративные юристы. У нас есть ассоциированное членство для других видов юристов. Но вообще наша политика заключается в том, что объединение предназначено ими для корпоративных юристов. Потому что ассоциации есть и другие. И мы не хотели ее как-то разжижать. Мы хотели оставить объединение именно для конкретной группы юристов. То, что я уловила, то, что господин Вильямс говорил, то есть если вы не сужаете ли вы сферу своей деятельности, если вы приглашаете только корпоративных юристов. Знаете, в начале, в 2003 году, когда мы были основаны, я была, кстати, одним из основателей объединения. В начале мы обсуждали только те проблемы, которые были связаны именно с работой корпоративных юристов. То есть обменивались опытом и так далее. В то время мы не задумывались о воздействии на законодательство. Мы не думали о том, что можем повлиять на Думу, на какие-то государственные органы. Но постепенно даже вставляем французские слова понемножку. Постепенно мы первым иностранным языком, который учил, это были французские. Так вот. Мы вот как бы начали, мы начали работать с налоговыми органами, мы начали работать с Верховным арбитражным судом и так далее. Мы попытались оказывать влияние, но в положительном только смысле. Мы их убеждали, мы им разъясняли. То есть мы попытались повлиять на мышление наших партнеров по диалогу, то есть государственного органа мы пытались им это все разъяснить и пояснить. И очень хорошо, что они прислушивались к нам, и они, кстати, довольны вот этим нашим, ну как бы так сказать, вкладом, то, что наши члены привносят в это. Спасибо. Спасибо. Я благодарю. У вас есть ли какие-то еще вопросы, госпожа Нестеренко? Если нет, хотелось бы перейти к следующему докладчику сегодняшнего дня. Госпожа Елена Безденежных. Добро пожаловать, госпожа Безденежных. Вы закончили Красноярский государственный университет. Если я не ошибаюсь, это в Сибири. Дело в том, что есть один город в Голландии, который по-братим Красноярска, недалеко от Тилбурга. Вы начали свою трудовую деятельность на комбинации, а потом перешли в Норильский никель. В настоящий момент вы являетесь заместителем генерального директора по управлению активами и по юридическому отделу. Вам слово. По-русски? Крупный бизнес России, как и любой другой, нуждается в устойчивых прошедших проверку правилах поведения на международных рынках. И для формирования правильного правопонимания и как следствие для проявления правильной инициативы при усовершенствовании российского права нам необходимо учитывать мнение и наших международных коллег. Сейчас ни для кого не секрет, что российское законодательство гражданское меняется. Для бизнеса это очень важно, потому что правильное правопонимание, такое же, как у наших международных коллег, помогает нам заключать более эффективные контракты, помогает заключать их быстро, исполнять правильно и все меньше и меньше обращаться в суд. Хотелось бы обратить внимание на два важнейших изменения в российском законодательстве, которые для бизнеса повлекут, я надеюсь, положительные и очень большие последствия. Гражданское законодательство с 1 марта у нас дополнено обязанностью каждого действовать добросовестно. Ранее этот принцип был закреплен в праве, однако он не относился ко всем институтам гражданского права. Российское право раньше применяло этот принцип, исходя из судебной практики, из того, как тот или иной суд в Российской Федерации трактовал его самостоятельно. Благодаря тому, что теперь это будет унифицировано, надеясь, что мы сможем воспринять положительный опыт развитых европейских стран в применении этого принципа, что поможет нам не доказывать более в суде, что мы являемся добросовестными субъектами права. Однако мы понимаем, что, исходя из нашего понимания права ранее, с толкованием этого принципа у нас возникнут определенные сложности. Поэтому, таким образом, будем избегать чрезмерно широкого его понимания, что может привести к опасным последствиям в виде ограничения какого-либо конкуренции среди хозяйствующих субъектов. И будем обращаться к практике наших коллег в искоренении случаев явной несправедливости в гражданских правоотношениях. Нам потребуется очень осторожное правоприменение, и мы сейчас рассматриваем возможности спрашивать практику европейских судов относительно применения принципа добросовестности в коммерческих правоотношениях. Следующий принцип, который введен у нас в праве, не как новый, а по-новому введен. Это запрет на обход закона с противоправной целью, что является формой злоупотребления правом, как вы знаете. Ранее у нас был такой принцип, но он не был так регламентирован, как сейчас. Теперь у нас будут применяться те же последствия, которые были установлены для злоупотребления правом. И нам следует воспринять лучшую практику, имеющуюся у вас, по определению злоупотребления правом и обхода закона с противоправной целью. Мы надеемся, что наши коллеги помогут нам в этом. И в последующем при определении стороны, виновной вне исполнения контракта или тех или иных правоотношений, нам легче будет определить, действовала ли сторона в обход закона с противоправедной целью, что поможет снять риски в наших правоотношениях. Сейчас готовятся изменения в специальные нормы гражданского кодекса, которые регулируют специальные институты гражданского права. Мы также надеемся, что наши законодатели возьмут лучшую практику Европы для формирования этих институтов. Большое спасибо. Большое спасибо. Вы знаете, это такой соответствующий аспект сравнительного законодательства. Есть ли на данном моменте какие-то замечания или вопросы? Да, пожалуйста. Назовитесь только, если можно. Меня зовут Таков Анефау, я из Роттердама, занимаюсь правом по перевозкам. Но вы знаете, мы готовы принять протянутую вами руку и сотрудничать по реализации этих принципов. да, но как нам это делать? Вы можете обратиться, например, к нам с вопросом, если нужно, и мы вам можем ответить, например. Или, может быть, разумным было бы связать контакт с университетами в Голландии, например, с юристами из университетов в Голландии. Или, может быть, чтобы они связались с вашими организациями, с вашими университетами даже, чтобы на этой базе разработать это. потому что так прозвучало, что вот вы как бы этот вопрос задали, он в воздухе повис, а трудно ответить. Ну вот вы говорите, работать вместе, да, вот у вас какие-то вопросы, вы хотите воспользоваться этой практикой, да, я думаю, как это на практике сделать, чтобы ответили на ваш вопрос, как применять вот эти новые принципы на практике, чтобы вам кто-то поддержал, чтобы вас кто-то поддержал. Поэтому я говорю, может быть, вам завязать сотрудничество с университетами в этой области. Еще раз повторить? Еще раз повторить? Пожалуйста, его трансляйте. Мы надеемся, что не с нами будет сотрудничество при формировании законодательства, а с нашими законодателями. то есть я, как бизнес, я не могу сотрудничать при формировании законодательства, поэтому для меня это сложный вопрос. Я думаю, что законодатели должны кооперироваться с законодателями при формировании лучших практик, но никак не бизнес с бизнесом. это неправильно. Вообще интересный, конечно, взгляд. Дело в том, что организатором, соорганизатором этой конференции было Нидерландское Министерство по безопасности и юстиции, и Российское Министерство и юстиции. Я думаю, что важно им обоим научиться, как происходит все это на практике, как это может повлиять, например, практика законодательства и как судебная система также может сыграть свою роль. Вот в ответ на ваш вопрос, вы знаете, я что-то не совсем поняла, когда вы говорили, ну так вот, я отвечу несколько по-другому, чем Елена. Мой ответ будет отличаться от ее ответа. Я сказала, что мы уже, как Кюр, уже работаем вместе с другими организациями, чтобы понять, сформулировать, выработать, если хотите, общую позицию по бизнесу. и мы хотим предоставить эту общую позицию в государственные органы. То есть, таким образом, я полагаю, наше сотрудничество при участии компании в выработке общей позиции, таким образом мы вносим свой вклад. Это возможно. Да, какой-нибудь пример может быть добавить? Да, добавлю. Пожалуйста, пример. Когда мы прорабатывали свою позицию по третьему антимонопольному пакету, там носились поправки, какие-то подготавливались поправки. я думаю, что российским участникам это хорошо известно, антимонопольное законодательство, принятое в прошлом году. В январе 2012 года мы провели несколько конференций, несколько круглых столов, собирали предложения от различных компаний именно по этим предложениям. Мы внесли предложение по третьему антимонопольному пакету и в Думу внесли в антимонопольную службу. Вот вам, пожалуйста, пример, как мы попытались высказать свою позицию. И некоторые из наших предложений были учитаны, когда вот это законодательство принималось. Если какие-то вопросы еще есть, нет? Да, я бы хотела просто пояснить. Да не вопрос, нет, предложение у меня было. Насколько я понимаю, вы говорили, что вот корпоративные юристы дают свои советы представителям государственного структурного законодательства, но я хочу сказать, что скажем, палаты адвокатов занимаются тем же самым, но я бы хотела сказать, вот я занимаюсь, например, морскими перевозками, я знаю, что есть в России ассоциация тоже, те, кто занимаемся, в других странах есть такие ассоциации, и вот поэтому это была создана международная конвенция, то есть если одна организация пытается говорить с другими людьми в других странах и поделиться опытом, скажем, по праву морских перевозок, и поделиться вопросами, скажем, по праву интеллектуальной собственности и так далее, и так далее, то и с другими профессиональными ассоциациями, которые занимаются теми или иными отраслями права, будь то, скажем, корпоративные юристы или адвокатов, да, то есть ваш вопрос не только о контактах с Думой и с парламентом, но и с министерствами, а, вы имеете международную основу. Мы сотрудничаем с другими ассоциациями, со специалистами в различных областях, вот по принципу права интеллектуальной собственности, нет, вот с перевозчиками, да, права морских перевозок, мы еще этим не занимались, еще нет, но с юридическими фирмами работаем тоже, они не члены наших ассоциаций, но мы тесно сотрудничаем с лучшими специалистами вот из адвокатских фирм, юридических фирм, а кто-то хотел бы, может быть, кто-то что-то задать из российского министерства юстиции, или ответить на этот вопрос министерства юстиции, есть из министерства юстиции, но из голландского, а не из русского. Я бы хотел сообщить, что у нас есть программа сотрудничества с российским министерством юстиции, и запланирована деятельность на этот, на ближайший год, и я думаю, что можно бы провести как раз такую встречу по поводу гражданского права, торгового права, посмотреть, можно ли привлечь таких партнеров, как ваша ассоциация, платформа имеется, у нас есть рамки, в которых мы можем организовать обмен информацией среди таких министерств. Спасибо. Большое спасибо за то, что меня сюда пригласили, большое спасибо за то, что мне дали возможность выступить. Хочу поблагодарить также всех за очень интересные дискуссии, советелем которых я была вот только что. многие высказанные здесь идеи очень вдохновляют нас всех. Спасибо за последний доклад. Извините, последний докладчик, вашу фамилию я выговорить не могу. И, вы знаете, сама тема для меня носит особый характер, вот именно инвестиции. поскольку именно инвестиции являются сложной областью работы. Это именно та область, в которой хорошо могут применяться альтернативные методы регулирования споров. То есть либо третейский суд, либо арбитраж, либо медиация, либо что угодно. И сейчас это и создается в международном праве. Я слышала это именно в ряде докладов. Механизм регулирования споров по вопросам инвестиций работает сейчас очень эффективно. многие споры решаются и не так много сторон удовлетворены результатами. Почему? Потому что именно внедрение этих, вернее, исполнение этих решений, то есть тех решений, которым ЦУИС выносит по отношению к сторонам. Вы знаете, я прекрасно понимаю, что все устали. Поэтому у меня будет очень краткий доклад. Прежде всего обратите особое внимание на мой слайд. Посмотрите на эту картинку. Это наш центр развития альтернативных методов разрешения споров. Наш центр был создан при исследовательском институте вопросов законодательства и сравнительных исследований в Российской Федерации. Я работаю в штаб-квартире института. И мне видится, что перспектива работы этого центра очень ясна. То есть необходимо создать, необходимо вырастить профессиональных медиаторов для того, чтобы помочь судам решать споры. Являясь научно-исследовательским институтом, мы имеем разных специалистов по различным отраслям права и трудовое законодательство, гражданское право, и административное право, и налоговое право, и так далее, и тому подобное. Таким образом, у нас есть потенциал. Мы можем создать целую армию специалистов, которые смогут помочь в решении, в разрешении споров. Вот эта сама картинка, я надеюсь, будет широко известной и найдет свою популярность не только в России. Это вот первый момент, который мы хотели с вами поделиться. Далее. Сейчас я вкратце попытаюсь это сформулировать. я хочу суммарно изложить результаты своего доклада, как бы выводы для того, чтобы все могли прокомментировать и в целях краткости. Выводы, сделанные в моем докладе, вернее, даже результаты анализов тех тенденций, которые наметились в развитии альтернативного разрешения споров, эти тенденции, которые мы видим в механизмах вот этих альтернативных решений споров, они следующие. Так вот, проанализировать эти тенденции, мы видим, что было бы полезным прийти наконец к единому подходу законодательства, к унификации законодательства, которое связано с альтернативными разрешениями споров в рамках нашей юрисдикции, то есть я говорю о российской государственной юрисдикции. Далее, второй вывод, который мы сделали в результате анализа связан с необходимостью развития тех связей, которые имеются между АРС и органами государственной юрисдикции. третий вывод, который мы сделали, это необходимость улучшить исполнение решений за рубежом. Вот это важно в современном глобальном мире и важно при имеющихся деловых связях. Какие же есть тенденции в механизмах АРС в России? Ну вот у нас по-английски уже, да? В России прежде всего, кстати, в ряде других стран тоже мы наблюдаем, что имеется диверсификация и развитие различных форм АРС и что же это означает? АРС включает различные формы решения споров, начиная от самых простых форм, которые мы видим, которые мы здесь прозвучили, то бишь, переговоры. и на мой взгляд, это самая простая форма АРС ну и вплоть до самых сложных форм, то бишь, государственная процедура, то бишь, в государственных судах для урегулирования споров. И вот это разнообразие форм Российской Федерации в российском законодательстве регулируется законом о медиации, то есть именно тем законом, который полностью посвящен медиации. Это неверно, как я полагаю. И это должно быть изменено. Опыт других стран например, США было бы полезным. Для чего? Для того, чтобы ввести какую-то форму медиации в законодательство Российской Федерации. В практике США мы видели что идут разные процедуры. Нейтральная оценка, медиация, мнение судьи. Это все разные процедуры для того, чтобы стороны этого спора могли прийти к какому-то выводу, для того, чтобы они могли сами решить этот вопрос. То есть такое решение, которое было бы полезно всем. Можно я вас прерву? Дело в том, что мы выходим за регламент, за наши... вообще нам очень интересно, но может быть потом вы все остальное в письменном виде участникам передадите, если можно. У нас в России есть хорошая развитая практика в международном коммерческом арбитраже и в арбитражных судах. Их регулируют различные законы, то есть ими они и тут закон, который связан с третийскими судьями слегка устарел. Может быть, он не такой современный, как по международному коммерческому арбитражу. Международный коммерческий арбитраж следует по тем стандартам, которые приняты в инститрале. Это учредит институт хорошо развит. Может быть, это решит проблемы для иностранных инвесторов, для компаний. Полезно было бы иметь такое законодательство, которое основанного было на международных стандартах с использованием всех альтернативных способов разрешения споров. Ну, вот это то, что мы можем сказать о объединении законодательства. Я очень боюсь, что нам действительно пора уже закругляться. Мы вернемся к этим вопросам на конференции в Петербурге. Поэтому хочу вас поблагодарить за это пояснение. вот на данный момент, по-моему, мы один вопрос еще можем задать до перерыва на кофе. Еще один такой короткий вопрос. Я полагаю, что регулирование медиации очень важно в ряде стран, для того, чтобы стороны могли доверять медиации. Есть ли у вас законодательство? Есть ли какие-то национальные решения? Вы имеете в виду по медиации? Да, да. Но, знаете, я не назвала здесь кое-что. Я не назвала тот закон, который был принят и который вступил в силу в 2011 году по закону медиации. и не так все просто. Вы знаете, конечно, не такой продвинутый, как бы нам хотелось. и чтобы следовать общим принципам альтернативных разрешения споров, это поможет медиаторам в их работе, то есть как бы в перспективе. Но это не означает, что процедуры для медиации исчезнут. Я хочу вас поблагодарить. Я надеюсь, что вопрос прояснен. So let me express our gratitude to Mrs. Наталья Дорунина for her presentation. АПЛОДИСМЕНТЫ